Четвертые сутки продолжаются наступления вооруженных сил Украины на Курскую область. Бои там не стихают, регулярно поступают кадры с мест событий, на которых видно разрушение, которое теперь происходит и на территории России из-за войны, которую развязал Владимир Путин. О том, что удалось достичь армии Украины, какие провалы у армии России за эти четыре дня боестолкновений в районе Курской области, поговорим с военным аналитиком Яном Матвеем у нас в эфире. Ян, приветствуем. Добрый день. Ян, подскажи, пожалуйста, и мне, и нашим зрителям, какой промежуточный итог можно подвести из того, что произошло уже? О чем мы можем говорить с уверенностью по поводу боев и столкновений, которые происходят сейчас в Курской области? Какие главные выводы и итоги происходящего, промежуточные итоги, можно подвести? Первый главный итог – то, что российская армия полностью провалила защиту границы. Их тренировали, грубо говоря, когда вот эти небольшие отряды РДК, других добровольческих соединений всяких проникали в Белгородскую область. Но они так ничему не научились, и, соответственно, провал оказался огромным, когда уже в дело вступила регулярная украинская армия и серьезные подразделения. В итоге они продвинулись на несколько десятков километров. На самом деле данные сейчас очень-очень спорные, очень разные, но по, в том числе, косвенным признакам могу сказать, что продвижение в районе 15-20 километров практически подтверждено. Вот так вот, таким довольно равномерным полукругом вокруг, в районе Суджи и дальше. Сейчас есть три основных направления, вот тут по карте видно, да, со стороны Коренева. Там примерно в этом месте украинское наступление подостановилось, потому что российские войска смогли там дать бой. Наступление на Льгоф, собственно, на север, и это же направление можно считать направлением на Курскую АЭС, потому что через Льгоф проходит дорога. А до Льгофа там осталось примерно километров 15 от того места, где видели передовые отряды украинских войск. Ну и, соответственно, Суджанско-Курское направление, да, от Суджи на Курск. Суджа город, судя по всему, захвачен, причем он не оккупирован в таком полном смысле, то есть, как я понимаю, сам город не заполнен украинскими военными. Они скорее больше обошли его, там и дорога идет в стороне немножко от города, то есть, сам город им не то чтобы очень нужен, как ключевой пункт. И теперь они продвигаются уже дальше, и вот на вот этой дороге в Курск они уже в разные аналитики, приводят разные данные. У меня тоже каких-то прям уникальных данных с места нет, поэтому я могу только предполагать, что где-то там вот в нескольких километрах на, получается, с северо-восток идут уже тоже бои. Сейчас, до этого у российской армии не было практически никаких войсковых подразделений в Курской области полноценных. Сейчас их туда перебрасывают, канал Звезда радостно публикует колонны с этой техникой, все очень смеются над ними, потому что, ну это буквально работа разведки, да, они выполняют. Они просто вот показывают, вот смотрите, едет российская колонна, вот танк, вот САУ, вот, значит, БМП, вот еще что-то. И это выглядит, ну, абсолютно там, ну, непрофессионально как-то и глупо даже абсолютно. Еще одну колонну перебрасывали с, получается, с севера тоже, и ее рядом с Октябрьском, по ней ударили Хаймерсом, и она была уничтожена, разбита, там очень много погибших российских солдат. В районе 120 я видел оценку, может быть, и больше, там был разбит целый батальон. Ну, то есть, по-быстрому солдат закидали в машины, в грузовики, там, Урал, Камазы, и сказали, езжайте, давайте. Они подъехали слишком близко к фронту, естественно, их отслеживали дроном, скорее всего, и просто ударили по ним Хаймерсом, и уничтожили этот батальон. То есть, не все подразделения получаются российской армии перебросить в бой, но можно сказать, что вот сейчас, да, 6-го начался прорыв, и только сейчас российская регулярная армия более-менее начинает вступать в бои с украинскими войсками. Скажи, пожалуйста, Ян, сейчас очень много сообщений о том, что какой-то легендарный батальон «Пятнашка», я уж не военный эксперт, не понимаю, просто цитировая телеграм-каналы. Легендарная «Пятнашка», «Вагнера», «Ахмат», все сейчас туда прибывают, отчитываются, и мы видим какие-то ролики о том, как они туда много едут большими колоннами. Скажи, пожалуйста, насколько те силы, которые сейчас Минобороны перебрасывает в Курскую область, у России достаточно для того, чтобы эту территорию отбить? И, исходя из этого, твой прогноз, скорее даже оценка, насколько это все серьезно, насколько это может затянуться? Потому что мы видели уже вылазки украинских отрядов в Белгородскую область, какие-то обстрелы Брянской области, но сейчас, чтобы так далеко зашли в таком большом составе, это впервые. Насколько это может затянуться надолго? Как часто там могут продолжаться бои? Сколько это еще все будет длиться, по твоей оценке? Да, действительно, сначала начали перебрасывать какие-то совершенно непонятные подразделения. Ну, непонятные с той точки зрения, что они ничем особо конкретным-то на войне не занимаются. Там группа Аида, так называемая, это какой-то спецназ Ахмата, да, вот эта вот колонна пятнашки приехала, в которой там, вот она, собственно, на ваших экранах. Там, если внимательно посмотреть, там помимо, например, буханок есть Порш Каен, да, возможно, это командир. Да, ну вот есть обычные грузовики. Кстати, тоже я обратил внимание, что, например, вот буханки, они здесь без мангалов, без какой-то защиты. То есть, это не сдернутые с фронта машины, потому что на фронте их все обтягивают сетками, чтобы хоть как-то защитить от дронов. На мой взгляд, это абсолютно бесполезное мероприятие, я об этом писал много и в своем канале, что сетка не поможет буханке. Но, тем не менее, они это делают. Ну, психологическое тоже, как бы, эффект не надо забывать. А тут нет этих сеток, да, ни маскировочных даже, ни металлических никаких мангалов. То есть, эти буханки не ездили по фронту. Возможно, эти вот, эта часть, этой бригады пятнашка стояла где-то в тылу, скажем, да, или им выдали какой-то тыловой транспорт, не знаю. В общем, собрали вот этот вот весь какой-то хлам, стянули и бросили в бой. И вот сейчас одновременно перебрасывают уже более-менее регулярную армию. Ну, просто потому что регулярную армию, видимо, дольше собирать, дольше это все, значит, колонны формировать. Я думаю, что сегодня, сегодня, еще пока ВСУ точно имеют численное превосходство и по личному составу, и по технике, вот в этой зоне боев в Курской области, что будет завтра, послезавтра, это зависит от того, насколько масштабными будут эти переброски. Конечно, российская армия в целом превосходит украинскую по численности. Это факт. Я думаю, что они могут относительно безболезненно снять с фронта, с Харьковской области, на Донбассе, снять там пару-тройку бригад и отправить действительно в Курскую область. И тогда у них будет численное превосходство по вот, именно на месте ведения боев сейчас в Курской области. И это может остановить украинские силы. Мы не знаем двух моментов. Во-первых, чего, ну не знаем до конца, чего хотят украинские военные, хотят ли они действительно идти вперед, или они уже сейчас начинают закрепляться на тех территориях, которые захватили. И есть ли у них большие резервы. Есть ли у них еще несколько бригад на готове, скажем, да, 2, 3, 4, то тогда у российской армии возникнут очень серьезные проблемы. Тут уже не хватит даже вот тех подразделений, которые сейчас везут, нужно будет еще больше везти, и тут уже непонятно, где их брать. Вплоть до объявления следующей волны мобилизации, в самом критическом случае, когда людей будет вообще не хватать. Естественно, это все приведет к побочному эффекту, что резервов меньше на остальном фронте, значит меньше будет атак там, и все подуспокоится, и проще будет украинцам обороняться там. Что касается Курской области, вот ты спросил, как долго это может продолжаться. Сейчас это больше зависит от украинской армии, то есть чего они захотят. Если они захотят окопаться, встать и, собственно, обороняться на каком-то периметре, да, в Курской области, они смогут это сделать достаточно эффективно и обороняться таким образом достаточно долго. То есть, ну, там речь идет о месяцах даже. То есть, все зависит от того, сколько они подкреплений смогут кидать и с какими потерями мириться. Потому что потери-то будут, обстрелы начнутся, ФАБы уже кидают, да, уже российские самолеты уже сбрасывают авиабомбы на российские же населенные пункты. Именно поэтому я уже который день говорю, если вы находитесь в Курской области, просто уезжайте немедленно. Реально, даже если в Курске находитесь, все равно уезжайте. Хотя бы на несколько дней, потому что, ну, жизнь дороже. И неизвестно, да, что, какой снаряд в вас попадет, какой боеприпас может упасть, какая бомба. Вот мы знаем, что те же самые ФАБы эти российские, они постоянно падают с самолетов в Белгородской области, да, посмотрите новости. Там больше ста этих бомб просто упало, когда их сбрасывали на Харьков, потому что не сработали. И сейчас они будут не срабатывать, и будут падать там и на Курск, и на что угодно, потому что там же их запускают. Поэтому, конечно, уезжайте и берегите себя, берегите свои семьи. В зоне боевых действий не надо находиться ни в коем случае, ни под каким вообще видом. Не нужно думать об имуществе, это, конечно, все тяжело и печально, но, как бы, мы знаем, кто в этом виноват, да, Владимир Путин, который начал всю эту войну. И если бы он этого не сделал, не было бы сейчас никаких сражений в Курской области. Но, тем не менее, исходите из нынешней ситуации и, как бы, берегите свои жизни прежде всего. Вот. И, опять-таки, да, возвращаясь непосредственно к боевым действиям, будут бомбить, будут обстреливать российские самолеты, артиллерия. Поэтому потери в любом случае в СУ будут. Захотят они сидеть, вот, оборонять вот этот плацдарм или не захотят, вот большой к ним вопрос. Если захотят, то будут долго. Не захотят, могут уйти хоть завтра. Поэтому тоже не нужно удивляться, если там через неделю мы уже будем, мы вернемся к ситуации, когда граница осталась на месте. Да, потому что украинские военные просто ушли. Яна, позвольте, последний вопрос, который тревожит многих людей, даже не с точки зрения какой-то военной картины, а с точки зрения каких-то человеческих отношений. Там были срочники, то есть 18-летние ребята, которые вообще просто были призваны и никакими участниками войны до этого вроде как не являлись. Их массово взяли в плен. Что известно вообще в целом о роли срочников вот там сейчас в боях под Курской областью, насколько они там задействованы, насколько массовым был тот самый плен, который показывали украинские телеграм-каналы? Насчет пленных. Действительно, там в районе 40 человек было только на одном видео. И поэтому та информация о трех сотнях пленных, которая поступает, неподтвержденная каким-то визуальным образом, но все же, она может быть реальной. Мы не можем сейчас на 100% говорить, но может быть реальной. Граница там все-таки довольно широкая. Срочники, судя по всему, они, во-первых, поддерживали пограничников, ФСБшников, во-вторых, в какой-то момент их начали кидать на поддержку этой самой границы. Собственно, мы помним это интервью, которое, ну не интервью, это, простите, допрос до пленных, которое верифицировали журналисты, что это действительно настоящие срочники. Они так и говорили, нас отправили туда-то, потому что мы должны были закрывать прорыв. Ну вот, они были под рукой, их бросили. Это к вопросу о том, участвуют ли срочники в войне. Когда государство ведет войну, то играют роль любые вообще подразделения. И любое подразделение может оказаться вовлечено в военные действия. Поэтому, как я всегда говорю, не надевайте российскую военную форму. Сейчас для этого абсолютно неправильное, неподходящее время. Если на вас российская форма, сделайте все, чтобы прямо сейчас как можно быстрее от нее избавиться. Чтобы, во-первых, не стать соучастником военных преступлений. Во-вторых, чтобы не погибнуть, не стать инвалидом и так далее. Оно того в любом случае не стоит. А что касается срочников, которые взяты в плен. Во-первых, надо не забывать, что во время боевых действий бывают не только пленные. И, судя по всему, мы еще узнаем о погибших срочниках. И, ну, как бы непонятно, кто за это должен отвечать. Путин, который выходил и рассказывал, что нет, срочники, никаких срочников на войне. Все, значит, ни одного срочника на войне не будет. И пленные тоже. Я более чем уверен. Я уже видел некоторые слухи, не буду их комментировать. Но я более чем уверен, что украинцы относятся к срочникам. Ну, во-первых, нормально, как к пленным. Но они относятся к ним как к более ценным пленным. Именно из-за вот этого принципа. Что это как бы срочники, не должны были воевать. И их будут обменивать по какому-то более, так скажем, если можно так выразиться, более выгодному курсу для украинской армии. Это может вызвать затруднения с их обменом. Но я не думаю, что им что-то угрожает. Прямо серьезно именно в плену. То есть, скорее всего, к ним будут относиться нормально, как к военнопленным. Мы видим эти картинки обменов, когда российские военнопленные вполне выглядят адекватно. Ну, как люди, которые были в плену. И нет каких-то следов на них там мучений. Мы не знаем истории о том, как убивают пленных в украинском плену. Потому что мы знаем такие истории, как убивают украинских пленных в российском плену. Да, нескольких человек запытали до смерти. Это только то, что мы знаем. Соответственно, не думаю, что стоит прям за пленных сильно волноваться за их жизни. Ну, наверное, их все-таки обменяют. Но это будет признание очень серьезного провала для Путина лично, для Минобороны. И это очень важный сигнал. Если вы еще сомневались, если вы еще думали, да, там, ну, может пойти на срочку, может не бегать от военкомата. Да, не нужно сомневаться. Бегайте как можно лучше, как можно быстрее от военкомов, от военкоматов, от любых мобилизаций, срочных служб и так далее. Не нужно оно вам сейчас. И не нужно, как бы, надевать российскую военную форму. Иначе вот с вами может произойти вот это. Могу только согласиться с твоим призывом. Конечно, сейчас военную форму российскую вносить не стоит. Не самое подходящее время. Чтобы сохранить свою жизнь от вопросов, прежде всего, выживания. И не становитесь участниками преступлений. Ян Матвеев, военный аналитик, был он в гостях. Подписывайтесь на Телеграм и Ютуб-канал Яна. Ссылки будут в описании. Ян, благодарим тебя. На канале «Популярная политика» выходит авторская программа Яна Матвеева под названием «Военное положение». Каждую субботу большой разбор самых главных и важных событий, происходящих вокруг войны, происходящих на фронте. Смотрите для того, чтобы понимать и разбираться в том, что происходит. Кто какие действия предпринимает и кто какую ответственность за это несет и должен нести. Ян Матвеев помогает в этом разобраться. Ну а мы на «Популярной политике» благодарим вас за просмотр, за ваш интерес к тому, что мы здесь делаем. А мы стараемся пробивать информационную блокаду, стараемся бороться с пропагандой. При вашей поддержке нужен ваш лайк, ваш комментарий. Если есть возможность, поддержите нашу работу финансово. Ссылки в описании. Меня зовут Руслан Шеведдинов. Спасибо за просмотр. Всем пока.